Всем привет! Приготовил для вас подборку свежих инструментов с Алиэкспресс, которые будут полезны каждому рукастому мужику, а тот, кто досмотрит ролик до конца, сможет принять участие в конкурсе с очень простыми условиями. Оплётка для удаления излишков припоя представляет собой небольшой отрезок меди или медно содержащего сплава, обладающего отличной теплопроводностью и пластичностью. Чаще всего медная оплётка выступает в виде плоского жгута тонких медных проволок. Медь отлично поддаётся пайке. Прекрасно взаимодействует практически со всеми видами припоя. Олово или марочный припой отлично ложится на медь, а если учесть, что для ремонта платы достаточно небольшого количества припоя, то такая медная шина отлично уберёт остатки олова. Защитные сварочные очки. Предназначены для защиты органов зрения от ультрафиолетового излучения и брызг раскалённого металла при газокислородной и плазменной резке. Также очки можно применять при работе с другими режущими инструментами, к примеру, болгарка или заточный станок. Рекомендуется для кратковременного использования в труднодоступных местах, где использование защитной маски вызывает сложности и неудобства. Ударно-поворотная отвертка применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с дополнительным усилием, которые невозможно приложить к стандартным отверткам. Данная модель укомплектована сменными битами в количестве 6 единиц. Насадки предназначены для работы по отвинчиванию и завинчиванию шурупов и саморезов с разными формами шляпок. А для хранения и транспортировки отвертка с насадками укомплектована в пластиковый бокс. Метрическая линейка. Это самоклеющаяся линейка, которая имеет метрическую шкалу справа налево. Эту линейку легко приклеить на панель швейной машинки, кромку режущего стола, верстак и так далее. Очень качественная и можно не бояться, что шкала со временем сотрется. Для того, чтобы приклеить линейку, необходимо снять ее со специальной подложки и приклеить на предварительно чисто вымытую и обезжиренную сухую поверхность. Специализированные красители на безводной основе предназначены для окрашивания эпоксидных смол. Красители очень концентрированы и совместимы друг с другом. Благодаря этому можно самостоятельно получить максимальное количество цветов и оттенков. Добавляется в смешанную смолу до достижения желаемого цвета. Для оттенка цвета используйте одну-две капли. Для более насыщенного цвета используйте несколько капель. Выжимка цепи. Инструмент, который используется для разъединения и соединения звеньев велосипедной цепи. При различных конструкциях исполнения, принцип работы всех выжимок одинаковый. Путем движения по резьбе выдавить шрифтом пин-цепи ось, которая соединяет звенья. Если пин не собираются менять, то его полностью не извлекают, после чего его значительно легче запрессовать обратно. Интересно могли бы вы подумать, что при помощи шуруповерта и небольшой насадки из Китая можно без особых усилий колоть дрова. Правда, мощности шуруповерта хватит только, чтобы расколоть небольшие дощечки. А вот для дровишек побольше, такую насадку лучше использовать совместно с перфоратором. Она выполнена в виде конуса и подобный винту вкручивается в дерево, тем самым просто раскалывая его на части. На странице продавца можно выбрать такую диаметром 32 или 42 мм, а также подобрать необходимую форму хвостовика из трех возможных вариантов. Насадка Дровокол изготовлена из высокоуглеродистой стали, а следовательно служить будет очень долго. Эти заготовки из дамасской стали состоят из различных типов стали, нагреваемых до температуры сварки. Пластины имеют хорошую твердость для изготовления охотничьих ножей, а также обычных кухонных ножей. Поверхность отшлифована и травлена кислотой, чтобы увидеть видимые узоры. Щетка для очистки клемм аккумулятора. С одной стороны есть специальная щетка для чистки зажима, а с другой – щетка для чистки контактов аккумулятора. Очистка аккумулятора является важным элементом работы для правильной работы системы зарядки и питания автомобиля. После очистки стоит смазывать зажимы и контакты специальной пастой, поддерживающей электрическое соединение. Щетки изготовлены из хромоникелевой стали, что обеспечивает долгий срок службы инструмента и тщательную очистку. Коронка по металлу используется для сверления отверстий в нержавеющей стали, а также латуни, алюминии и стали. Изготовлена из хромонадьевой стали с твердосплавными карбидными вставками. Поставляется в сборе с хвостовиком, оснащенным центрирующим сверлом. Направляющее сверло обеспечивает предварительное засверливание и точность сверления коронкой. Кепка с пластиковой жесткой вставкой из АБС. Внутри пластиковой вставки от затылка до лобной части компенсирующий элемент из упругого пористого материала. Применяется для защиты головы от ударов, а не подвижные объекты. Эта защитная кепка не выполняет функции промышленной защитной каски, которая способна амортизировать силу удара падающего предмета. Обеспечивает надежную защиту головы и предоставляет возможность применять ее совместно с защитными наушниками и очками. Магнитная тарелка – это универсальная принадлежность, которая подойдет для сбора и хранения металлических предметов, таких как винты, болты, гайки, гвозди, саморезы и другое, но более крупные детали будут отпадать. Крепится на любую металлическую поверхность, может использоваться в любом положении – горизонтальном, вертикальном или перевернутом, при этом надежно фиксируя крепежи различного типа. Представленный инструмент используют для восстановления рисунка протекторной части шин автобусов, легковых и грузовых автомобилей, а также для нарезки протектора после наварки и восстановления шин. Углубление канавок протектора возможно с остаточной глубиной протектора 2-3 мм. Нарезка позволяет восстановить рисунок протектора любой сложности. Не рекомендуется нарезать шины, имеющие повреждения на боковине, неравномерно изношенный протектор или поврежденный каркас. Пневматическая орбитальная угловая машинка с подошвой. Специально разработана для удаления точечных дефектов поверхности в кузовном ремонте и деревообработке. Вибрационное движение обеспечивает качественную финишную поверхность, что облегчает процесс последующей полировки. Комплект для монтажа шлангов, подачи горячей и холодной воды, резьбовых фитингов и кранов. Основной элемент в нем – рукоятка в виде продолговатого захвата с двумя рабочими концами. Разрез вдоль пластикового корпуса служит для того, чтобы выкручиваемые трубки свободно помещались внутрь и не мешали работе. В комплекте к рукоятке поставляются специальные вставки для выполнения разнообразных операций. Xiaomi Smart Pump – новейший продукт, который может подкачать мячи, а также шины велосипедов, мотоциклов и даже автомобилей. Он прост в эксплуатации и позволяет сэкономить время и энергию. Внешний насос похож на портативный аккумулятор. Сверху находится газовая трубка высокого давления. На лицевой стороне имеется информативный OLED-дисплей, на котором отображаются режимы и текущее давление в шинах. Ниже расположены физические кнопки – плюс, минус, подсветка, режимы и начало остановки работы. Они имеют подсветку и удобны в использовании даже ночью. В нижней части находятся вентиляционные отверстия, порт microUSB для зарядки и индикатор батареи. Припой для проведения пайки изделий и деталей из алюминия, а также его сплавов. Данный припой имеет флюсовый наполнитель-сердечник, за счет которого отпадает необходимость использовать дополнительный флюс. Для пайки применяются методы индукционного или ультразвукового нагрева, а также газовое пламя. Припой отличается отличными смачивающими свойствами, высокой прочностью и относительным удлинением. Обеспечивает получение гладких, плотных и беспористых швов в процессе пайки. Строительные ходули – профессиональный инструмент для подъема и перемещения специалистов на высоте. Устройство широко используется при выполнении различных ремонтно-отделочных и монтажно-строительных работ внутри помещений. Имеет в своей конструкции все необходимые узлы для их прочного крепления к ногам пользователя. Инструмент не просто обеспечивает подъем специалиста на указанную высоту, но и дает возможность одновременного перемещения. Надежные крепления к ногам специалиста обеспечивают прочные крепежные ремни. Они не позволяют ходулям болтаться на ноге или самопроизвольно слететь с нее. Стусло – это столярное приспособление, предназначенное для торцевания погонного материала под заданным углом. С его помощью срезают торцы планок, плинтусов, багетов и наличников, когда требуется провести столярное соединение. Приспособление представляет собой простой или регулируемый шаблон формы П-образного профиля. В двух его боковых стенках имеется пропил под определенным градусом. Чаще всего их делают под 90, 45, 30 и 60 градусов. На сегодня у меня все. А теперь давайте перейдем к конкурсу. Условия максимально просты. Нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк и написать комментарий под этим видео. Как только мы наберем 200 лайков, я выберу победителя, который получит 5 долларов любым удобным путем, а результаты конкурса опубликую на своем лайв-канале. Я всем желаю удачи. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok